Больше ста кандасов планируют принять в этом году на севере Казахстана. Им готовы оказать необходимую поддержку со стороны государства, заявляют специалисты. Ранее в регион уже переехали десятки семей из Ирана, Китая и Узбекистана. Их расселили преимущественно в сельской местности. О том, как они обустроились, в репортаже Нургуль Ахметовой. Естайер был сын из Китая. Сначала переехал в Алматы, а затем на север Казахстана. Сейчас его семья живет в Николаевке. Мужчина занимается домашним хозяйством, супруга воспитывает детей. Их младший сын Ахтан родился уже в этом селе. 15 коров держим, овец около 70 голов. Лошади есть. Так потихоньку будем развивать свое хозяйство. А это уже другая семья. Они переехали в Николаевку из Ирана. Первое время были в шоке от местных морозов и буранов, говорят кандасы. Со временем привыкли и к погоде, и к новому месту жительства. Теперь планируют заняться бизнесом. Хотим открыть молочную ферму. Сначала решим вопрос с помещением, потом коров купим. Это в перспективе, конечно. А так, если есть желание, то и возможности найдутся. Всего в Николаевке живут больше 20 семей кандасов, переехавших из Ирана, Китая, Узбекистана. Многим предоставили новые дома. Некоторые решили купить вторичное жилье, чтобы удобно было вести хозяйство. Большинство кандасов предпочли заниматься животноводством, в частности разведением домашнего скота. На эти цели им были выданы безвозмездные гранты и льготные кредиты. В этом году в рамках национального проекта «Сильные регионы драйвера развития страны» на север Казахстана планируют переселить 138 кандасов. Нургуль Ахметова, Куаныш Казбеков, Хабар, 24, Североказахстанская область.